всем здравствуйте всем доброе утро добрый день ну что порисуем сегодня вместе сегодня я предлагаю вам нарисовать вместе со мной вот такой вот пейзаж летний закат немного добавим магии волшебства сегодня такая у нас будет экспрессивная техника мы будем пользоваться спиртом у меня в такой баночке и нам еще понадобится соль немножко любой соль любая соль которую у вас есть можно спирт можно взять водку это у меня спирт с водичкой можно антисептик очень актуальная тема так бумага какая у меня сегодня бумага у меня сегодня вот такая склеечка фабриана это целлюлоза и с добавлением 25 процентов хлопка я думаю подойдет любая бумага желательно чтобы она была поплотнее потому что мы будем работать по-сырому будем очень сильно мочить бумагу она у нас будет плавать в воде почти вот понадобятся кисточки большая желательно ну так как формат небольшой это относительно большая флейт крупная белочка или имитация ее и синтетика более упругая кисточка вот но цвета которые нам понадобятся мы озвучивали это голубая indigo ultra marine золотистая желтая кадми желтый рубиновая и какая-нибудь из розовых принципе можно любую краску заменить на любую другую какая вам больше нравится тут нет никаких строгих требований все нам понадобится фен чтобы ускорить процесс и планшет ну что он приступим вот наш референс я его буду подглядывать немножко наверное вы себе его скачали если будете рисовать со мной заранее подготовили ну что начнем самым первым делом мы с вами будем смачивать бумагу сначала смочим ее с обратной стороны чистой водичкой хорошо так обильно смочим немножко подождем что впиталось прямо много много воды не жалейте пусть бумага пропитается водой это будет нам на руку сейчас немножко подождем немножко впитается на это пока обратная сторона листа скажите пожалуйста хорошо меня видно я все хорошо разложила на столе все видно ничего не мешает ничего лишнего нет ничего не закрывает не как я вижу плюсик это наверное я надеюсь что это все хорошо так ну вот мы сначала смочили обратную сторону теперь так раз и переходим на нашу лицевую и тоже смачиваем хорошо все хорошо ну слава богу отлично такое немного и болото сейчас развела по болоту мы рисовать не будем сейчас это вода впитается а ага я увидела бонус я кажется оторвала два листа поэтому этот лист идет погулять а тот который мы намочили намочили обратную сторону вот я его смочу я сейчас подложу он скотчем под планшет чтобы был немного наклон я думаю это не помешает ну вот наверное хватит смачивать сейчас водичка впитается немного отлично если у вас хлопок это даже даст вам больше времени на работу она эта бумага будет сохнуть подольше ну вот пока водичка впитывается я предлагаю намешать нам для работы серый цвет он понадобится для того чтобы ну немного смягчить яркие оттенки серый я намешиваю следующих цветов я беру ультрамарин пусть у нас будет лужица готового серого ультрамарин карми желтый и рубиновую это вот моя любимая смесь для получения серого чуть-чуть я уведу в голубой так немного желтого вот такой оттеночек пусть он у нас будет всегда можно будет приглушить какой-нибудь яркий цвет ну что как там наша бумага себя ведет у меня если что водичка всегда имеют два отделения для грязной для чистой воды поэтому у меня всегда есть возможность смочить бумагу заново вы можете просто поставить два каких-нибудь сосуда две баночки потому что возможно смачивать придется во время работы ну вот бумага она уже нам влажная мокрая но мне нет прям луж поэтому можно начинать потихонечку действовать запись эфира да конечно я постараюсь сохранить поэтому поэтому можете посмотреть любое свободное время я постараюсь если все пойдет хорошо то все будет до сохранена так ну что начнем с неба сверху вниз идем я еще так не озвучу а пом какой-нибудь из белильных цветов или белила если у вас есть тоже можно будет использовать можно обойтись без них просто использовать розовый какой-нибудь оттенок в небе я буду использовать вот розовый кварц спелые ночи я добавлю капельку капельку можно будет просто например розовым хинокридоном заменить поэтому не переживайте если вас нет такого так ну что небо начинаем я возьму немножечко ультрамарина и голубой вот такой яркий оттенок и сразу приглашу его серым и пойду сверху вниз никакого предварительного рисунка я делать не стала потому что тут очень простой сюжет сам по себе построением мне лично никаких не надо ну достаточно такой экспериментальный у нас будет техника такая как набрызгаем как нальем краски такой будет и результат рисуем мы рисуем вот такой закат в поле видно так что за цвет ну я уже по-моему озвучила голубой индиго и немного серый дальше мы спускаемся добавляем розовый хинокридон в эту же кучку размазываем нашу капельку капельку нашу растяжку воды добавляем уводим вот так вот на нет дальше мы возьмем немножко золотистой золотистая индийская золотистая достаточно яркая поэтому не сильно набирайте ее кисть здесь я хочу добавить немного вот поярче не бойтесь если вдруг ярко акварель все равно будет при высыхании бледнеть ничего страшного не произойдет вот так вот спускаемся и вот здесь у горизонта я хочу добавить именно белильного розового про который я вам говорила он даст вот это вот мыльный цвет который не все акварелисты любят но у нас данном случае речь идет о тумане и вот эта мыльность она как раз мне кажется нам на руку вот так вот я ее добавлю можно здесь использовать обычный розовый оттенок любой акварелика у вас есть я решила вот так и и дальше идем я сейчас немного смочу низ потому что скорее всего он уже начинает подсыхать чтобы он не высох я его все время буду смачивать дальше идем переходим пересуем дальний план деревья вдали для этого мы берем серый и вот это вот смесь вообще которую у нас есть служится для неба мы использовали делаем его чуть более насыщенный ультрамарин розовый хинокридон можно здесь уже даже добавить капельку индиго и вот так вот коп коп сейчас они так хорошо растекутся это дальний план это будет прекрасно что он будет такой расплывчатый пока что я еще раз смочу нижнюю часть листа возьму кисточку где моя синтетика вот синтетика она более упругая я намешаю красочку чуть поярче примерно все те же оттенки берем нашего уже серого уже кончилось я намешаю рядом еще вот такой насыщенный цвет берем выжимаем кисточку об тряпочку об салфеточку что-нибудь что у вас есть чтобы было она сухая но с пигментом и сейчас делаем облака чем она будет сук более сухая тем меньше растекутся и облака они будут такими а то не могут растечься на все небо прям вот такими пятнышками где-то можно прям серенького побольше добавить вот небо мы в принципе оставляем в покое можете взять цвета небо поярче я вижу что я взяла достаточно их светлыми и при высыхании не станут еще светлее вы не стесняйтесь можете брать ярче больше пигмента брать на кисть так дальше мы намешаем еще здесь лужицу зеленого и зеленый я буду делать из индийской золотистой и и голубых оттенков то есть индиго голубая или ультрамарин вот это будет наши зеленые ну вот варьируя какое-то количество синий и желтого буду делать зеленый чуть-чуть даже добавлять него фиолетовый идем дальше переходим к полю бумага у меня влажная даже можно еще чтобы хватило на низ не высохла начинаем так переходим на поле немного зеленого немного фиолетового эта часть должна быть уже более яркой более насыщенной сейчас я возьму индийскую золотистую и в центре у нас такое будет вах вот так вот ярко ничего страшного но это будет красиво при высыхании будет здорово такой золотой закат осветил поле чем не нравится этот цвет красивые так и дальше делаем зелень делаем низ здесь я намешиваю фиолетовый здесь зеленый надо брать как можно более насыщенный цвет сейчас потому что это будет уже передний план капнула немного поэтому аккуратно мы его конечно еще потом будем утемнять но можно прям заранее сделать сразу как можно темнее будет здорово нечествуем но нечествуем нечествуем вы Ну, вот так оставим пока. И сейчас переходим к самому волшебному сегодня. Думаете, нужен талант рисовать на Фабриана? Мне кажется, не знаю. Не знаю, как-то особо я не чувствовала, что эта бумага какая-то особая, сложная. Берите бумагу, которая вам нравится больше. Так, ну что, начнем. Здесь у нас лужица. Я ее хочу убрать. Вот здесь капелька скопилась. Она, наверное, еще скопится не раз. Так, я посмотрю, как у меня бумага. Она мокрая-мокрая. Ну, попробуем. Можно чуть-чуть подождать, пока подсохнет. Или подсушить феном. Но я хочу попробовать, если что. Подсушим и еще раз. Так, сейчас я беру спирт с водичкой. Вы можете сделать это пипеточкой или кисточкой. Аккуратно добавлять будем капельки сейчас. У меня такая вот баночка с таким носиком тоненьким. Я, наверное, даже сейчас уберу скотч, чтобы наклона не было. И у нас там сухоцветы. Так, объясню. У нас на нашем референсе сухоцветы. Такие, как одуванчики такие, пушистикие какие-то. Вот. Их я буду обозначать, капая спирт. Вот такая магия происходит. Конечно, при высыхании она будет не такая красивая, к сожалению. К сожалению. Их я буду обозначать. Вот. А средний план, где сухоцветы уходят вдаль, мы посыпем солью. Но перед этим я хочу сделать немножко протираний. Вот здесь, где у нас стелится туман. Просто отжатой кисточкой синтетической или какой-нибудь. Любой. Можно плоскую кисточку, если есть. Попротирать немножко туман. Ой, спасибо. Уже красиво, это здорово. Вот так немного тумана. И посыпем солью. У меня мелкая соль. Крупная, мне кажется, даже может быть, будет красивее. Можно чуть-чуть вниз. Вот. Вот мои пятнышки, которые я делала. Вот здесь они уже обратно затекли. Поэтому, мне кажется, можно будет немножко подождать, пока подсохнет. И добавить еще капелек. Я возьму фен и чуть-чуть. И еще раз повторю. Можно и белила, да? Почему я выбрала спирт, не белила или другой эффект? Ну, просто мне так захотелось. Белила можно. Я в конце еще хочу набрызгать вот этим розовым с белилами. Поэтому тут как в вашей душе угодно. Просто мне захотелось поэкспериментировать именно с солью и спиртом. Такое у меня было желание. Я скажу честно, что до этого эфира я с спиртом не пробовала. То есть, это вот первый раз я пробовала такие эффекты. Но я до этого, конечно, уже рисовала такой же сюжет. Вот. А со спиртом я не экспериментировала еще. И мне показалось это интересным. Вот соль уже тоже дает свои пятнышки. Видите, она съедает воду и остаются такие белесые пятна. Это, мне кажется, добавляет волшебство в этот сюжет. Спирт, он же как бы прозрачный. А белила уже дадут такой более мутный эффект. Но тоже можно так вот сделать. Можно даже сейчас по сырому, пока у нас есть такая возможность, капнуть где-то вот белильного цвета. И вы увидите. Да, будет тоже интересно. Вот. Пожалуйста. Немного другой, конечно, эффект получится. Ну вот. Я предлагаю сейчас подсушить работу. Потом эти контрасты вот этих белых пушков от спирта, они, конечно, будут более бледные. Мы их усилим сами. Поэтому сейчас возьмем фен и немножко подсушим. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так. У нас немного влажная бумага здесь, но она уже не блестит, если смотреть под углом. С обратной стороны она осталась также мокрая, но я даже хочу ее еще намочить. Я намочу, наверное, планшет. Аккуратно просто надо, чтобы не испачкать все это дело. Оставляем влажную бумагу внизу, для того, чтобы можно было сейчас все еще позволять делать мягкие, плавные переходы акварельные. Вот так у нас получилось. Видите, эти облачка стали такие мягкие, мягкие. Соль даже более контрастные нам оставила пятна. Сейчас нам нужно убрать соль. Аккуратно. Ручкой, кисточкой. Можно подуть. Можно фен попробовать. Так, я не загрузила хоть. Я возьму сухую кисть. Так, аккуратно. Тут у нас влажно, я начинаю портить все. Убрала вот здесь. Мне нужны вот эти места. Я хочу добавить деревьев на дальний план. Так, поехали. Возьму вот эту лужицу, которая у нас есть. Фиолетовый, серый, синий. Такой вот приглушенный фиолетовый. Это же муки есть. И аккуратно намечу здесь вот такие елочки. С синтетической кистью. Просто вот силуэт елей мохнатых. Можно где-то чуть больше голубого добавить. И они у нас уходят в туман. Мокрой кисточкой я вот так вот размыла. Вот так. И с другой стороны делаем примерно то же самое. У нас там тоже есть деревья. Можно чуть-чуть добавить зеленого. Самое главное, своей же рукой не испачкать работу. А то бывает. И так же чистой водичкой уводим в туман. Ой, мне очень приятно, что вам нравится, как я рассказываю. Я очень рада. Спасибо вам за отзыв. Вот так. Это наш, можно сказать, средний план. Ну, вот он, да, не совсем размыто. Это чуть поближе. И сейчас перейдем к работе. Добавим вот здесь контраст. То есть вот как примерно вот у меня здесь. Для этого мы намешаем его уже вот примерно тех же оттеночков. У нас все в одном цветовом решении фиолетовый и немного зеленоватый. У меня уже даже все готово с прошлой заливки. И я аккуратно выделяю сейчас те области, которые обозначалось здесь. Ну, так сказать, наш будет композиционный центр. То есть вот эти пушки, одуванчики. Вот он один. Первый. Вот он второй. Это его силуэт. Где-то здесь еще один. И вот так. Раз, раз. Вот из-за того, что у нас бумага влажная внизу, у нас получаются такие красивые растяжки. Акварель уходит вот так в никуда. Размывается красиво очень получается. Так вот мы добавляем контрастных моментов. Можете ориентироваться на референс, как они расположены на фотографии. Можете на свое чутье, как вам хочется расположить. Куда хочется взгляду упасть. Чтобы зритель остановил свой взгляд. Где будет композиционный центр вашей работы. И так вот размываем. Где-то можно попробовать размыть внутри цветочек. Чуть-чуть. Не весь. Да, эфир я постараюсь сохранить, конечно. Передний план мы все равно утемним. Поэтому можно даже взять кисточку широкую. Взять индиго. Зеленую. Если она кончилась, намешать. Напоминаю, что зеленую я смешиваю с синих. Индиго в данном случае. И золотистая, индийская золотистая. И розовый хинокридон добавляю. Можно кармин добавить. Какая у вас красочка есть. Вот, пожалуйста. Такие вертикальные полосы, которые дают нам понять, что это трава. Трава, что мы находимся внизу. Трава, что мы находимся внизу. Так, и здесь я уже водичкой. Трава, что мы находимся внизу. периодически отходите от своей работы смотрите что где вам хочется добавить контраста где хочется увести смотрите на ее издалека я уже чистой отжатой кисточкой сейчас смягчаю края здесь хочется сделать темнее я думаю что можно сейчас подсушить можно даже знаете что попробовать еще раз магию со спиртом какие-то места добавить а то мою как будто вы уже убрали тут она чуть-чуть осталось это вот здесь оп 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 пусть будет и давайте подсушим здесь у меня вот где-то полусухие моменты есть такая бумага уже влажная но не до конца высохло я хочу попробовать сюда тоже спирту капнуть смотреть более мягкие разводы ну все и стала самое вкусное давайте возьмем кисть любую знаете лучше подойдет даже кисть если у вас есть с более длинным ворсом такая худенькая но с длинным ворсом и сделаем брызги можно делать любой я хочу сделать как темные брызги так и светлые только нужно спрятать небо желательно вот я возьму листочек чтоб не набрызгать на небо и все те же цвета и возьму можно взять прям чистые белила у меня вот этот розовый намешан который я капнула в небо и тоже какие-то уточняющие моменты ну собственно вот на этом и все мне кажется это достаточно просто и даже интересная такая работа экспериментальная немножко ее надо будет подсушить она влажная со всех сторон сейчас когда вы подсушите возможно бумага сделать так сложится книжечкой ничего страшного можно просто прогладить утюгом или положить под пресс где-то между книжек или еще куда-нибудь под кровать и под матрас и она выпрямится я обычно делаю это утюгом и будет все пряменько красивенько вот например она тоже у скрючилась но если у вас очень толстая бумага была очень плотная то наверное ничего и не будет ей соль у нас осталось и уберите и пожалуйста когда уже совсем высохнет чтобы не смазать никакую краску случайно вот такой у нас получился красивый мне кажется такой атмосферный летний теплый закат где-то поле лес вот надеюсь что все было понятно так спасибо вам большое за внимание за то что были со мной прекрасно если вы рисовали или порисуете вместе со мной делитесь своими результатами обязательно отмечайте всего вам хорошего успехов вам пока пока